Не за горами самые шашлычные праздники, майские. Свободные лужайки во всех лесопарках страны будут в дефиците. Впрочем, мало найти свободное место. Хочется, чтобы там было чисто и глазу приятно. Убирайте комнату, чтобы она блестела. В чистой комнате – чистое тело. И за чистоту в городских парках и скверах есть с кого спросить. Особо охраняемые природные территории – это управление внешнего благоустройства города Перми, потому что это особый статус объектов. Затем у нас есть места, такие как общедоступные места – это парки, скверы, места общедоступного отдыха. За ними отвечают уже администрация города и районные подразделения администрации города. Несут ответственность за то, что на них происходит. В том случае, если правила содержания парков не соблюдаются, это компетенция прокуратуры. Чистота, внешний вид, районные органы. Если же речь идет об угрозе для экологии – Пермская природоохранная прокуратура. В апреле здесь планируют провести горячую линию для всех неравнодушных. Правда, Рустам Гарипов сетует – таких каждый год набирается не так много, как хотелось бы. Что же касается уборки мест массового отдыха, все процедуры зафиксированы документально. Ответственные тоже определены. Есть требования к их нормативному содержанию, чего не должно быть. Безусловно, не должно быть отходов производства, мусора, бытовых отходов. У нас городские правила содержания территории, они четко предусматривают, в зависимости от того, какой объект, с какой периодичности его должны районные подразделения через уполномоченные организации, которые к этому привлечены, убираться. Плоды отдыха пермяков, что называется, налицо. Ну а что, Балатова – парк культуры и отдыха, расположенный в Черняевском лесу, экологи говорят – это легкие города. А здесь находится важная часть парковой экосистемы – большой муравейник. Еще несколько дней назад вокруг него было ограждение, была установлена специальная информационная табличка, но целостности ограждения, видимо, помешал материал, из которого оно сделано. Дерево прекрасно подходит для растопки костра, для приготовления шашлыка. Пока же любителям выйти на пикник остается ждать потепления и надеяться, что к майским праздникам парки все-таки приведут в порядок. Ну и тренировать память. Хотя запомнить нужно, в сущности, простые правила – отдохнуть, получить настроение, убрать после себя. Тем более, что за выброс мусора в неположенном месте тоже положено наказание. Для физических лиц штраф до 2000 рублей. Станислав Уланов, Дмитрий Маклыгин, Владислав Рашидов. Телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова